Продолжаем вязать новую майку и в прошлом видео, ссылку на которую видите под этим видео, я вам рассказывала об этой майке, что у нее будет универсальная форма, это понятно, хороший скос плеча, это понятно, хорошая свобода облегания, лаконичный узор с полосками, это тоже понятно, ничего нового, но при этом в самом конце сказала, что в эту майку мы добавим деталь, которая к майкам не применяется, не вяжется, что же это? Давайте смотреть, вот она, вот она эта деталь, как вы думаете, что это такое? И оп, это шарф, шарф, самый натуральный обычный вязаный шарф, кстати, связанный с двух частей и очень интересно сшитый по серединке. Шов практически незаметный, при соединении я покажу тем, кто будет смотреть урок по вязанию майки. А сейчас давайте думать, для чего же нужен этот шарф, вы, кстати, обратите внимание, какой он длины, он длиннее меня, впечатляет? Зачем шарф? Может быть, горло болит? Хорошая идея для лета, но для этого вряд ли стоит вязать целую майку. А может быть, нужно вспомнить времена моей далекой молодости, когда были очень популярны воротники-стойки с длинными хвостами, и эти хвосты завязывались в огромные банты. И они были не только огромные, но еще и вот так вот немножко на бок повернуты. Вот такая вот интересная идея. Вам нравится? Мне не очень. И, честно говоря, я такие банты не сильно люблю. И для чего же нам нужен этот шарф, я вам покажу уже в следующем видео, когда буду презентовать готовую майку. Не пропустите!